Еще недавно для этой семьи обычные человеческие условия были роскошью. Сегодня Айшаханум с детьми живет в комфорте. Уютная комната, новый ремонт, тепло. Детишкам есть где поесть и поспать. Малыши ходят в садик и быстро адаптировались на новом месте. Лагашкур нам выделили комнату. Правда, она была не очень в таком состоянии. Тоже люди помогли. Также братья-мусульмане, честно говоря, даже не знаю, кто это, они помогли с ремонтом. Во время уроза тоже многие люди дали второе часы на это. Мы сделали ремонт, тоже ее вложила. Помогли с мебелью. Кто-то в мебель дала, кто-то посуду. С общими усилиями мы переехали. Мать-одиночка Айшена Феева осталась без жилья год назад. Ее бросил муж, а родной брат выгнал из дома. Отчаявшаяся женщина обратилась к депутату Государственной Думы Руслану Бальбеку. Он помог найти жилье, а неравнодушные люди сделали ремонт. Он с новоселем к нам пришел, мы его очень долго ждали, потому что давно обещали, что придет, и не приходил. Я ему очень благодарна. Когда особенно телевизор подарил, то такое счастье, потому что я бы не осилила купить телевизор сама. По коридорам здания новость о визите особого гостя разлетелась мгновенно. Спустя пару минут жители общежития были возле депутата, озвучили свои проблемы. В общежитии нет душевой комнаты, люди вынуждены согревать воду чайниками и купаться в нечеловеческих условиях. Нет элементарных условий ни душевых, ни туалетов, поэтому сейчас изучим возможность привлечения вне бюджетных средств для того, чтобы установить душевые кабины, чтобы люди могли купаться, чтобы могли пользоваться элементарными человеческими бытовыми условиями. Конечно же, будем опекать, поддерживать и помогать жильцам общежития. Айшена Феева рассказывает, огромную поддержку оказали единоверцы и муфтият. Кстати, малыш Эмир Али назван в честь муфти, а республики Хаджи Эмир Али Аблаева.